В камнерезной мастерской Виктора Васильева не так ярко, как в магазине с подносами. И вроде бы на первый взгляд ничего примечательного. На полках камни, кусками и пластинами, в основном это яшма. И станки, и станки, и станки, припорошенные каменной пылью от алмазных шлифовальных кругов и резцов. Но как только мастер показал свою работу, захотелось восторженно крикнуть «Вау!» Что за чудо? Этого не может быть! Из невзрачного камня вдруг такая красота. Крокусы, это тоже практически, ну не скажу, что первая работа, но это в самом начале моего пути я делал. Но это вот щетка горного хрусталя, нефрит листья, это шайтанский перелив чашелистики и, значит, аметист. В центре цитрин и, значит, в золоте, понятно, 585-я проба. И еще одна работа, которую нам представили – ландыши. Это нефрит, это кахолонг и золото, 585-я проба. Виктор Михайлович громко заявил о себе, начав создавать из поделочного камня букеты, подчеркнув красоту природы в такой же традиции высокого ремесла, как и знаменитый Карл Фаберже. Горный хрусталь для дуванчиков, лазури для колокольчиков и васильков, редкий чароид для фиалок. И даже овес с пустотелыми зернами колосьев, которые при шевелении звенят. Цветы кажутся настолько живыми, что хочется вдохнуть их аромат. А вазы из горного хрусталя с эффектом наполненности водой – вот присмотритесь. Геолог по образованию Виктор Васильев о себе говорит. Я могу праздновать День геолога, День предпринимателя, День художника, День ПВО, День ювелира. Если все праздники праздновать, которые меня касаются, я буду каждый день пьяный, не просыхать. То есть специальностей у меня очень много. Мастеру в этом апреле 65 исполняется. И на протяжении всех своих лет он ездит по карьерам, рудникам, отвалам, в шахты спускался, добывал аметисты, посетил более 200 месторождений. Во время перестройки решил заняться камнерезным искусством. В 1991 году создал свою мастерскую. Но прежде чем будущий шедевр появится в камне, на бумаге Васильев эскиз делает, потом заготовку по нему и вырезает. Это розовый кварц. Это вот листья заготовки, видите, она еще плоская, то есть будет резьба по ней. Тут уже засверлено для крепления. Это из чего? Какой камень? Это нефрит. Вот это заготовки под чашелистики, они просверлены, еще формы нету даже. Вот здесь, это металл уже готов полностью, это серебро будет. Значит, здесь стоять золото с рубинами, значит, золото есть, еще камни не закреплены, и сама вот это уравит. Практически процентов на 60 работа сделана. Виктор Михайлович из тех, кто не любит твориться в собственном соку. Он участвует в выставках, конкурсах, организует персональные показы. С музеями договариваемся, делаем выставки в музеях, в разных там, больше 80 выставок. Там есть более крупные работы, то есть это... А вы их продаете? Выставочных фондов нет. То есть это цель создать музей. И мы к этому потихоньку идем. То, что есть большое количество минералов, отполированных там разных. Откуда у вас это, вот, любовь к камню? Казалось бы, камень холодный, не красивый. Хозяйка. Ну, Бажова читайте, там все это написано. Хозяйка Медной горы и что? Ну, вот, а если вы попали под ее чары, все это до гроба. Виктора Васильева хозяйка Медной горы до сих пор не отпускает. Вот уже 52 года. Благодаря этому Виктор Михайлович член Творческого союза художников России и Международной федерации художников. Член Международного мемориального фонда Карла Фаберже и заслуженный деятель камнерезного искусства. Его цветочные композиции хранятся во многих частных коллекциях ценителей. И даже есть у президента страны Владимира Путина.